Друзья, спасибо, что смотрите этот влог. Снова будем, наверное, мучительно вместе думать над тем, что произошло в стране, что произошло вокруг страны. Даже не знаю, с чего начать сегодня, с внешней или внутренней политики. Оно в нашей стране настолько переплетено, не понимаешь, где заканчивается интерес Сороса и начинается интерес наших олигархов, или наоборот начинается интерес Зеленского и заканчивается интерес какой-нибудь транснациональной компании. Наверное, все же поговорим о том, как понимает всю эту проблематику сегодня украинский президент. На этой неделе вышла очень интересная публикация в немецкой газете Frankfurt & Zeitung, там еще есть третье слово посредине, но боюсь его сказать, чтобы не было это смешно. Резонансная такая, системная, я бы сказал, программная статья Зеленского, интервью его, в котором он выкатил огромное количество обид в отношении западных партнеров. Вообще вся статья пронизана таким, знаете, духом плача Ярославны. Такое ощущение, что президент читал слово полку Игореву в преддверии этой публикации. И что очень не типично для нашей политики, фактически президент Украины критикует последовательно Европейский Союз, Германию, другие страны Европейского Союза и США за то, что они, оказывается, мало помогают Украине. Прежде всего критика президента касается того, что эти страны отказали Украине, практически отказали Украине в евроинтеграции. Дороги в ЕС и НАТО четко нет. Более того, эти страны выдали, цитирую дословно, флеш-рояль российскому руководству, то есть содействуют России, в части достройки Северного потока-2. Отказали Украине в поставке вооружений. Недостаточно поддерживают Украину и вообще не признают Россию стороной конфликта, врагом, агрессором и всем остальным, что, по мнению Зеленского, должно было бы Украине способствовать. Не вводят новые санкции. Целый набор обид, причем эти обиды воспринимаются сегодня очень технологично, потому что мы чудесно понимаем, что все это происходит на фоне готовящегося запуска Северного потока-2, хотя я думаю, что полноценно этот газопровод в лучшем случае заработает через 1-2, возможно, даже больше года, и на фоне будущей встречи между Путиным и Байденом в Женеве. Такая резкая критика, причем публичная критика со стороны украинского руководства, западных партнеров, очевидно, что влияет на политическую атмосферу и внутри этих стран. Очевидно, что такая критика бьет по интересам партии Меркель, идут выборы в Германии. Очевидно, что такая критика подыгрывает оппонентам Байдена, которые требуют выдвигать Путину новые условия, требовать капитуляции во время Женевской встречи. Почему украинский президент решил сыграть против Путина, против не только Путина, но и сыграть против Байдена и Меркель в этой ситуации, для меня остается открытым вопрос. Но очевидно, что это является маркером кризиса в отношениях между украинским президентом, улицей Банковой и американскими и европейскими партнерами. Украина оказалась по итогу в политической изоляции, без надлежащей финансовой и военной поддержки, с существующими военными, экономическими и политическими кризисами и перед необходимостью все это решать самостоятельно. Обещанные планы маршала, войска НАТО, которые вместе с украинскими снова возьмут Москву, как в 1600 каком-то году, все это оказалось мифом. К сожалению, реализуются прогнозы тех людей, в том числе и меня, которые говорили еще 5-6-7 лет назад, когда начинался кризис, что в конечном итоге мы останемся у разбитого корыта и наедине со своими проблемами. Конечно, можно поприветствовать смелость Зеленского, который многие вещи начал прямо говорить, те вещи, о которых предыдущие команды власти даже помечтать не могли. Но в то же время эта смелость ограничена. К сожалению, в этой смелости не хватает новых целей, новых подходов, рецептов украинского президента, как решить этот кризис. Это смелость обреченного, а должна быть смелость государственного лидера. Может быть, все-таки стоит подумать над тем, а туда ли мы идем? Ведь украинское общество говорит, что не туда, и курс государства неправильен. Думайте, Владимир Александрович. Тем более, что ситуация в стране остается достаточно непростой, и складывается впечатление, что президент пытается максимально капитализироваться, консолидировать власть, достигнуть каких-то компромиссов с наиболее опасными для него группами, в том числе с правыми радикалами. На этой неделе завершилось рассмотрение первой части дела Стерненко. Одесский апелляционный суд все же отменил решение, которое предусматривало реальный строк ситки для Стерненко. Вместо этого это решение было заменено на три года, ну один год условно. Друзья, решение этого суда намного технологичнее, нежели кажется. Ведь, во-первых, год условно, а три в уме садит Стерненко на крючок у власти. Это надо понимать. Теперь любое правонарушение, например, незаконный митинг или переход дороги, это тюрьма для Стерненко. И да, это отякощающие обстоятельства во время рассмотрения других дел, незавершенных. Напомню, там убийство человека еще рассматривается. Во-вторых, Стерненко хоть и не посажен, но признан судом преступником. Похищение человека, пытки, незаконное владение оружием, теперь это официальный приговор суда. Это все его маргинализирует как политическую фигуру. Решает надежду на поддержку электорального центра. Теперь это не потенциальный лидер, а официальный преступник. В лучшем случае лидер части радикалов. Вот это Соломоново решение с точки зрения власти и политического управления, которое должно обнулись Стерненко политически, не спровоцировав протесты. Но это решение достигнуто ценой авторитета власти, разрушение надежды на справедливость и верховенство права у всех сторон противостояния. При таком подходе в конечном итоге, мне кажется, что ни позора, ни поражения власти не избежать. Еще одна интересная инициатива этой недели. И вообще целый процесс, я думаю, причем этот процесс растянется на многие месяцы, под лозунгом «Зеленский борется с олигархами», Верховная Рада будет рассматривать соответствующий законопроект, который президент внес как неотложный. По закону в олигархах, суть этого закона, если кратко, если вы лично или связанные с вами люди владеете или влияете на политику и политиков, средства массовой информации, монополии экономические, и ваши активы более 84 миллионов долларов, то вам по представлению какого-нибудь из членов СНБО могут запретить финансировать политические партии, принимать участие в приватизации. Будет необходимо так же, как еще полутора миллиона граждан Украины, подавать декларации. Более того, вас внесут в реестр. При этом судить олигархов, казнить или миловать, и вести их реестр будет не на ЗК или НАБУ, что было бы логично, а Совет национальной безопасности и обороны. Честно говоря, не знаю ни одного олигарха, который напрямую финансирует партии или принимает участие в приватизации. Для этого есть целый спектр специально обученных людей и хорошо диверсифицированные офшоры. Но в законе, к сожалению, нет ни слова об усилении борьбы с коррупцией, незаконным влиянием на государственных деятелей, это действующая статья Уголовного кодекса Украины, усовершенствовании антимонопольного законодательства или борьбы с отмыванием денег или неуплатой налогов. Ничего того, что бы реально поменяло баланс бизнеса и власти в нашем государстве. Поэтому по итогу мы имеем дело с политическим памфлетом, нормы которого не устоят в судах, если что, который реально не повлияет на борьбу с политической коррупцией, но вызовет внимание наивной публике и кивание со стороны западных партнеров, вынудит крупный бизнес выстраиваться в очередь под СНБУ, чтобы не попасть в списки позоров. А где-то там, на периферии общественного внимания, продолжается кризис с тарифами, остаются нерешенными вопросами мира борьбы с коррупцией. Вот так под соус борьбы с олигархами власть на самом деле будет отвлекать внимание, забирать наше время, заставлять нас обсуждать глупости вместо реальных инструментов борьбы с крупным бизнесом, который пытается влиять на политику, инструментами, которые были уже давно обкатаны во всем цивилизованном мире. Но в борьбе за власть для Зеленского опасны не только олигархи, и далеко не в первую очередь олигархи, или даже внешнее влияние, а прежде всего наши элиты, региональные элиты, элиты внутри «Слуги народа», которые потенциально могут Зеленскому составить конкуренцию, если выборы, например, будут досрочными. А этот вариант полностью исключить мы сегодня не можем. Поэтому президент пытается последние месяцы сконцентрировать свое внимание именно на региональном аспекте. Все чаще и чаще он, его команда, работают с региональными элитами. Пытаются конкурировать с Кличко за контроль над мэрами городов, руководителями ОТГ. И с этой целью на прошедшем деле был проведен масштабный, я бы сказал, даже эпохальный конгресс региональных и местных властей. Фактически это не просто было заседание или какой-то круглый стол. Офис президента сегодня создает целую новую структуру, новую организацию. Двупалатный квази-парламент при президенте. Куда должны войти все руководители местных государственных администраций, областных и районных, и войти руководители областных советов. Таким образом, Зеленский дает понять политической системе Украины, нашим элитам, что он не оставит Кличку возможность апеллировать индивидуально только к мнению популярных региональных элитов. Напомню, что Кличко возглавляет ассоциацию мэров городов Украины. Таким образом, Зеленский и его команда выстраивают вертикаль до самого низа, до регионального уровня, до местного уровня, и имея уже контроль над парламентом, над правительством, над силовыми органами, надеются превратить этот контроль в более стабильную систему государственного управления. Таким образом, Зеленский и его команда создают платформу, которая потенциально может конкурировать даже с Верховной Радой. Ведь якобы эти представители региональных элит, 3 четвертых которых назначены на самом деле будут президентом, смогут вносить президенту те или иные предложения, те или иные решения, даже тогда, когда Верховная Рада их принимать не захочет. Все это, конечно, приводит к максимальной концентрации власти у президента, формальной, неформальной, юридической или политической, но в то же время и концентрации ответственности, концентрации тех претензий, которые общество выдвигает в целом власти. Думаю, что в дальнейшем президент попытается использовать этот новый региональный формат для генерирования разного рода референдумов, общественных инициатив, всего того, что должно зайти через черный вход во власть, пройти СНБО и вылиться в указы президента. Но не уверен, что региональные элиты, особенно выборные мэры, особенно те местные депутаты, захотят долго находиться на поводке у офиса президента. Посмотрим. Ну и поговорим немного, друзья, еще об экономике. Помните Гончарука? Помните его обещанных 40% роста ВВП? А Шмыгаль, помните, и 700 тысяч рабочих мест? Правда, Шмыгаль потом сказал, что мы выполнили это обещание, мы создали даже больше рабочих мест. В каком-то из видео или у себя на Facebook мы разбирали это обещание. Конечно, это абсолютно неправда. Так вот, жизнь на практике оказывается намного проще, рациональнее и скромнее, нежели обещания наших политиков или наших премьеров до того. На этой неделе правительство утвердило прогноз экономического и социального роста Украины на ближайшие три года, согласно которому рост ВВП по базовому сценарию ожидается на уровне 3,8% в 2022 году, 4,7% в 2023 и 5% в 2024 году. Конечно, мы чудесно понимаем, что в 2024 году правительства Шмыгаля не будет, но скромность прогноза вызывает то ли уважение, то ли ужас. Согласно поставлению утвержденному Кабинетом Министра Украины на заседании 31 марта, которое опубликовано на сайте правительства, рост потребительских цен при этом в конце 2022 года ожидается на уровне 6,2%, в 2023 году 5,3% и 5% в 2024 году. Базовый сценарий макропрогноза также предусматривает рост средимесячной зарплаты. Внимание! В 2022 году наши зарплаты вырастут на 4,4%, а также на 6,1% и 5,6% в последующие два года. При этом базовый прогноз предусматривает рост безработицы в следующем году практически на 9%, а также на 8% и еще на 7,8% в 2023 и 2024 году соответственно. Как говорит правительство, рост экспорта товаров и услуг ожидается на уровне 6,5% в 2022 году, с дальнейшим усилением темпов роста экспорта до 7,7% в 2023 и 7,9% в 2024 году. Вот такие реальные прогнозы дает нам правительство, и я боюсь, что они достаточно близки к истине. Не забываем 40%, 700 тысяч рабочих мест, программа нового развития страны, восстановление, новые восточно-европейские тигры. Все это при реальном прогнозе, когда необходимо эти прогнозы согласовывать с международными институтами и вписывать в бюджетные резолюции, превращаются в абсолютно скромные и очень внимательные цифры. Ну вот, друзья, спасибо, что смотрели этот блог. Подписывайтесь обязательно, пишите комментарии и вопросы, с радостью на них отвечу. И до новых встреч на следующей неделе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»